Задолженность по зарплате растет, инфляция ускоряется. Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в январе 2017 года выросла на 6,5%. И на 1 февраля текущего года составила 1,907,6 млн грн. В результате неправильного выбора вектора экономической интеграции Украина погрузилась в деиндустриализацию. Что это означает? Это означает, что Украина ежегодно теряла значительные объемы промышленного производства. В отсутствии рынков сбыта это означало, что эту продукцию не нужно производить. А если ее не нужно производить, то значит не из чего платить зарплату рабочим. В связи с этим значительно увеличилась база и объем невыплаченной заработной платы. На сегодняшний день это порядка более 2 млрд грн по стране. Больше всего задолженности у нас находятся в промышленных регионах Украины. Это Херковская область, Донецкая, Луганская область, Днепропетровская, Запорожская. В первую очередь это промышленные предприятия, которые изготовляли продукцию с высокой добавленной стоимостью в высокотехнологичных секторах промышленности. Все это в конечном итоге привело к тому, что покупательная и платежная способность населения на фоне галлупирующей инфляции, на фоне девальвации национальной валюты значительно сократилась. При этом важно констатировать, уменьшение задолженности по экономически активным предприятиям объясняется нереальным улучшением ситуации, а увеличением доли экономически неактивных предприятий. За счет высокой инфляции и длительных невыплат экспортерам по НДС, увеличение фискального давления на экономику, правительство создает иллюзию благополучия в бюджетной сфере. Субтитры создавал DimaTorzok